Продолжение следует... 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 И мы можем определять современными методами с чувствительностью 10-4 и 10-5 степени. И таким образом минимальная фактически измеряемая остаточная болезнь, потому что мы можем ее измерить современными методами. Это небольшое количество опухолевых клеток, остающихся после проведенной химиотерапии, которые могут быть определены лабораторными методами с высокой чувствительностью. Очень важный момент, и всегда я делаю акцент, и врачей, наверное, и всегда придется делать акцент именно в полной ренессии. Когда властных клеток меньше 5% в костном мозге, и когда отсутствуют экстремидулярные очки поражения, и есть восстановление кровотворения после химиотерапии. Этот момент часто врачи забывают, и про него приходится напоминать. Поэтому и ваша задача, наверное, вашим клиницистам напоминать об этом тоже. Итак, основные методы ПЦР в реальном времени. Метод хороший, стандартизован, чувствительный, точный. Но, к сожалению, только в 45-60% случаев мы можем выявить маркеры, по которым мы можем мониторировать минимальную остаточную болезнь. Метод проточной цитометрии в случае острого миоидного ликоза может определять мутации в 90% и более случаев. И это даже касается не только острого миоидного ликоза, но и острого лимфобластного ликоза. Недостатками данного метода является недостаточная стандартизованность, изменяющая чувствительность от анализа к анализу. И необходим, безусловно, опыт работы и квалификация сотрудников лаборатории. Степенирование нового поколения, этот метод будет еще немножко, я буду касаться его далее, согласно рекомендациям 2021 года. Итак, МОП как фактор прогноза чувствительности морфологического метода, всем известно 10-1 степени, чувствительность МПЦ и ПЦР. Уже практически иногда могут быть сравнимы 10-4, 10-5. И суть этого слайда, если подводить итог всему, что сейчас показываю, чем быстрее и глубже редукция опухолевой массы на более и ранних этапах, на этапах индукции, индукции-консолидации, тем лучше прогноз у пациентов. И вы здесь видите, что пациенты, у которых на самых ранних этапах произошла самая глубокая редукция опухолевой массы, имеют шанс очень длительной ремиссии. И значение МОП для ОМЛЭ было еще подтверждено в очень большом анализе, который проводился на протяжении достаточно большого периода времени с 2020-2020 года по 2018 год. И было исследовано более чем 11 тысяч больных. И здесь достаточно четко видно, что МОП-позитивный статус в период полной ремиссии является независимым прогностическим фактором, который используют для окончательной статификации пациентов на группу риска и принятия решения о модификации терапии. Если рассматривать определение МОП-методом ВЦР, основные базовые всем известные мишени гены мутации ФЛТ-3, НПМ1, СБФП, Альфа, НРАСК, НРАДЖАК-2 и т.д., химерные транскрипты ПМЛРАРАРАНСК-1, РАСТ-1, СБФБЭТА, МЛЛ, гиперэкспрессия генов ВИТИ, ЭВИА1 и ПРЕИМ. И определение МОП-методом ВЦР было еще подробно пересмотрено в рекомендациях Европейского сообщества по лечению лекоза в 2021 году. Еще раз они подтвердили, что в случае наличия мутации в генах НПМ1, РАСК-1, РАСС-1, Т1, СБФБЭТА, ПМЛРАРАМОП обязательно должна быть оценена методом ВЦР в информативных точках. Мутации в таких генах, как FLT3ITD, FLT3TKD, N1, KERAS, IDH1, IDH2, к ним сейчас разрабатываются современные тагетные препараты, но все равно, несмотря на это, МЛ, ЭПТД и т.д. не должны быть использованы как одиночные МОП-маркеры. Исследование этих мутаций может быть в случае их сочетания с другими МОП-маркерами. И вот эти маркеры, следующие, как DMT3A, T2, XTXL1, должны быть исключены как маркеры для определения МОП, потому что в предыдущих рекомендациях 2018 года они были также рассмотрены как одиночные маркеры в сопокупности с другими. Но сейчас рекомендовано их уже даже не включать как маркеры для вспомогательного мониторинга. Гиперэкспрессия гена ВТ1 не исследуется как одиночный маркер. NGS-мониторинг МОП может быть использован в дополнении проточной цитометрии, но вот на сегодняшний день нет достаточно данных, чтобы рекомендовать данный метод в качестве именно самостоятельного. И еще раз хочу подвести итог, что минимальная остаточная болезнь только методом ВЦР исследуется при остром брометстанном гликозе и СИБФ гликоза. Данная картинка, мы ее взяли из также этих рекомендаций 2021 года, где ключевой точкой мониторинга, первого мониторинга после курса терапии, двух курсов рекомендуется, вот данная точка, два курса терапии. Первый курс и второй курс. Это согласно и другим, также было прописано и в предыдущих рядах рекомендаций европейских клиник. Так вот здесь вот уже эта точка зафиксирована, что после второго курса мы должны мониторировать минимальную остаточную болезнь. Метод проточной цитометрии обязательно должен учитывать либо с ассоциированной иммунофенотип, и метод пустых мест оценивается обязательно костный мозг. Периферическая кровь не рассматривается в настоящее время в рекомендациях. Были попытки интеграции во все какие-то протоколы, мониторинга МОП и периферическую кровь, но пока это не представляется возможным, потому что основная болезнь, острая гликоза, это болезнь костного мозга. Итак, определение МОП методом многоцветной проточной цитометрии. Все необходимые маркеры, которые прописаны были как в 2018 году, так и подтверждались, немножко дополнялись в 2021 году. Это 11B, 13, 15, 19, 33, 34, 45, 117. Обязательно базовые скелетные маркеры, которые мы должны включать для того, чтобы мы на них опирались, 45, 34, 117, 13, 33, 56, CD7, HLADR. В случае недостаточного, когда мы не можем точно определить оперантную популяцию, мы можем дополнять еще антитела в CD64, 12A, 14, 4 и так далее. Рекомендовано использовать не менее чем восьмицветный анализ. Обязательно применять полную панель моноклональных антител во время как дебюта заболевания, так и во всех контрольных точках. И обязательно комбинировать оба подхода. Это отслеживание дебютного ликоз ассоциированного иммунофенотипа и different from normal метода пустых мест. Самым прекрасным идеалем, если мы берем на этапе дебюта, до начала терапии, до введения любых каких-либо препаратов в костный мозг и определяем ли коз ассоциированный иммунофенотип в той лаборатории, где будет мониторироваться минимальная остаточная болезнь. Предлагаемый порог минимальной остаточной болезни 0,1 на 45 позитивных клеток. И для того, чтобы мы достигали хорошую чувствительность, рекомендуется анализировать 500 тысяч событий и более до миллиона, если есть возможность там и увеличивать. Или столько пока событий мы наберем, чтобы у нас хотя бы образовался кластер остаточных опухолевых клеток. И что еще было новое, добавлено, что когда образец костного мозга взят в период регенерации, и иммунофенотипические аномалии соответствуют приходящим признакам регенерирующего или стрессового коротворения после высокодозной химиотерапии, не только высокодозной, а даже обычной стандартной, то если мы не уверены в своих результатах, лучше повторить исследование через 2-4 недели. Потому что от результатов зависит терапия, практически вся терапия, ОМОП-ориентированные современные протоколы. Мы используем данную тактику, когда просим перепонтировать врачей, у нас близкая связь постоянно, мы на коротком поводке со всеми клиниками, с которыми мы работаем, мы практику используем в течение столько времени, сколько мы делаем минимально остаточную болезнь. И еще подтверждение того, какая должна быть панель согласно рекомендациям Дворжика и голландской лаборатории, известной университетской клиники, также не менее, чем восьмицветный анализ. Те же самые известные антигены, где были также включены, помимо причисленных СД 99, 133, 123, 64-й, 45-й, CLL, 11-й, лимфоидные маркеры. И еще раз подчеркиваю, что если мы используем недостаточное количество антител, это может привести как к повышенному риску ложно-отрицательных, так и ложно-положительных результатов. Собственная наша панель состоит из, мы поставили ее скомпоновать, под Batman Kultr, прекрасная машина, это Flex, который нас очень устраивает. Это не рекламный акт, это действительно наш собственный опыт, и мы очень довольны работой этой машины. Здесь представлена панель, которая скомпонована в нашей лаборатории с учетом всех современных рекомендаций, и она на данном этапе перекрывает практически большинство маркеров, которые нам необходимы. Иногда мы ее немножко можем расширять. Итак, вот классический подход всем известный, подход different from normal, и я хочу сказать, что когда мы даем значение, результат МОП в клинику, мы обязательно должны указать чувствительность. Почему? Если минимальную остаточную болезнь мы определяем, то чувствительность не так сильно актуальна. А вот если мы минимальную остаточную болезнь не выявляем, то чувствительность здесь крайне актуальна, поскольку люкозные клетки в этом случае не обнаружены в пределах чувствительности данного теста, который мы в данный момент проводим для конкретного пациента. Имеется в виду лабораторная чувствительность измерения люкозных клеток. Я хочу на этих моментах, немножко мы иногда о них забываем, но все-таки остановиться. Что такое лабораторная чувствительность измерения минимальной остаточной болезни? Это минимальный процент опухолевых клеток в биологическом образце, которое можно идентифицировать как остаточный эликемический клон. Лабораторная чувствительность измерения определяется по классической формуле. Число, вот это вот, где мы представили 20, оно может отличаться в разных лабораториях. Или то количество аберрантных клеток, которые мы нашли, 50, 70, 100. Или то минимальное количество клеток, которые мы можем принимать за аберрантную опухолевую популяцию, это зависит от наших квалификаций, квалификаций в каждом конкретной лаборатории и деленное на количество ядров, содержащих клеток, умноженное на 100. Чувствительность измерения МОП в каждом тесте зависит от числа клеток в образце. При неудачной подготовке образца число клеток может снижаться до нескольких тысяч и, соответственно, чувствительность может ухудшаться до 1%. И результаты со значением чувствительности больше, чем клинически значимый порог, это разные понятия, не могут быть учтены в анализе. Например, если порог 0,01%, нельзя учитывать отрицательный результат МОП статуса с чувствительностью 0,2%. Клинический порог. Это порог, с помощью которого выносится клиническое заключение о наличии МОП или отсутствии МОП. И он определяется при минимизации ошибок ложной положительности и ложной отрицательности, а точнее при минимизации взвешенной суммы ошибок первого и второго рода, так как на разных этапах лечения цена ошибок может меняться. Фактически это статистически будут отдельные идти исследования по определению клинического порога. Еще раз хочу показать на данном слайде, что чувствительность не есть равно порог минимальной остаточной болезни. И порог определяется ретроспективно по анализу безрецидивной выживаемости. Он может понимать разные значения и рекомендации ЕЛНН, как вот и 2018 года, и последние 2021 года, не выше 0,1%. Здесь есть люфт, который заложен в данный порог, чтобы исключить все-таки ошибки. И этот порог может отличаться в разных протоколах терапии. А есть понятие статистическая чувствительность и специфичность. Статистическая чувствительность рассчитывается по следующей формуле. Число больных с правильно предсказанным неблагоприятным исходом, деленное на число больных с неблагоприятным исходом. И статистическая специфичность. Это число больных с правильно предсказанным благоприятным исходом, деленное на число больных с благоприятным исходом. И вот это вот все я вам специально говорила, потому что мы провели собственный анализ, ROG-свайвл анализ, где учитывалась чувствительность и специфичность статистические. И мы определили с помощью этого анализа порог минимальной остаточной болезни у пациентов острым иллоидным ликозом. Этот порог в нашем исследовании также составил 0,1%, то есть мы не должны превышать 0,1%. Это наши собственные данные. И еще хочу показать наше заключение, касающиеся того, что мы должны прописывать обязательно помимо маркеров, которые мы используем, помимо просчитанных событий, мы должны указывать чувствительность данного конкретного теста. Здесь чувствительность рассчитывается, минимальная остаточная болезнь не выявляется, аберратных клеток не было выявлено, 0. И мы приняли для себя, что мы останавливаемся на 20 клетках и делим на количество анализируемых клеток и получаем чувствительность. И еще раз подтверждаю, что обязательно помимо пишем, что МОП не выявляется, мы обязательно указываем чувствительность. В данном случае МОП тоже не выявляется, но обратите внимание на чувствительность. Эта чувствительность нам не подходит, она не соответствует, потому что количество проанализированных событий невелико, 80 на 1976 событий. И поэтому мы указываем, что не выявляется минимальная остаточная болезнь при чувствительности 0,024. Фактически это невалидный можно считать анализ и недостаточная чувствительность вследствие низкой клеточности образца. В таком случае мы звоним врачу и просим, чтобы он или, если возможность, повторил пункцию костного мозга через неделю, через две при восстановлении коротворения. Или в любом случае мы сообщаем врачу, если пациент приехал из региона, что мы не можем сильно доверять данному анализу. И согласно нашим данным, когда мы адаптировали современные алгоритмы определения минимальной остаточной болезни при остром илодном ликозе, мы выносим основные свои положения, что обязательный анализ антигенов 11А, 11Б, 13, 14, 15, 16, 10, 33, 34, 38, 45, 45, РА, 99, 117, 123, 371 и Ашлядера. Выделение областных клеток идет на основе анализа 45, 34, 117, 13, 33 прямого бокового светоросения. Алгоритм последовательных гейтирования включает последовательное изучение или исключение проанализированных популяций 34+, 117+, и нейтрофилов в разной степени зрелости. И обязательно применение двух подходов – ликоз ассоциированный иммунофенотип и метод пустых мест. И таким способом мы можем определить остаточные аберрантные клетки среди миелоидных, грандстарно-макрофагальных, лимфоидных мультипатентных и истинных гемопоэтических предшественников. Здесь показаны картинки, с чем мы сталкиваемся в своей практике. Мне часто тоже задают вопрос, меняется иммунофенотип аберрантной популяции в течение терапии, когда мы мониторируем опухолевые клетки? Да, меняется. Пока процент не могу сказать, наверное, постараемся потом посчитать. Вот здесь показаны две популяции, которые мы обнаружили. В период диагностики в 9 выявлена популяция 34+, 117-33+, 7+, минус гетерогенной экспрессии. Вот они здесь показаны, цифрами тоже показаны. И вторая популяция 34+, 117-33+, 7+. После окончания второго курса индукции мы определили минимальную остаточную болезнь, только фенотип изменился. И стал 34+, 117-33+, и CD7+, гомогенной экспрессии. Была гетерогенная, стала гетерогенная. Здесь также показано, что мы столкнулись тоже с изменением иммунофенотипа. Когда в 9 заболевания мы обнаружили популяцию 34+, минус 117+, 33+, минус. А после окончания второго курса индукции популяция уже была 34+, минус 117+, и 33+. Здесь показано, что не только меняется, извините за слово, слетает какой-то антиген или меняется плотность экспрессии. Но мы и определяем и две популяции, и может быть и три популяции. И поэтому вот на данном слайде популяция первая 34+, 117+, на первой картинке на втором доплоте 117+, 34-. И мы обычно стараемся мониторировать все популяции, которые мы определяем как в дебюте заболевания, и на протяжении всего этапа мониторирования мы стараемся определять все популяции. Если это одна, две, три. И еще пример, когда меняется иммунофенотип опухолевой популяции в течение терапии. Лейкоз ассоциированный иммунофенотип в дебюте заболевания, и 34+, после первой индукции, после второй индукции, вы видите, что меняется экспрессия антигена 13. И хочу показать на пример пациента, который лечился в нашем центре. Минимальная остаточная болезнь определялась после первого курса терапии в пункте костного мозга 2% областных клеток, установлено полной ремиссии. Мы определяем популяции и определяем, что есть минимальная остаточная болезнь, не только одна популяция, но и две популяции. И каждую подсчитываем. И после второго курса мы также определяли эти популяции, и произошел рецидив, к сожалению, у этого больного, но из популяции, которая была чертенькая, эта популяция дала рецидив и фактически уже дальше доминировала. То есть, еще раз подчеркиваю, что необходимо мониторировать все популяции, которые мы определяем на ранних этапах. Мы провели собственное исследование больных острым милоидом ликозом, в которое было включено 73 больных. И здесь видно, что очень хороший эффект от терапии. 66%, практически 67% пациентов достигли мог негативного статуса после первой индукции. И точки мониторинга минимальной остаточной болезни были первый курс индукции, второй курс индукции, и как после первого, так и второго курса индукции достоверные различия в общей безрецидивной выживаемости в зависимости от мог позитивного или мог негативного статуса. Но этого мало. Дело в том, что не только в одной точке, или после первого, или после второго курса мы мониторировали. Мы еще взяли кокорту пациентов, это из этих же пациентов, где мониторировались две точки последовательно, как после первого курса, так и после второго курса. И увидели интересную, но в принципе, наверное, ожидаемую закономерность, что самая лучшая выживаемость, общая безрецидивная, была у пациентов, у которых статус был отрицательный как после первого, так и после второго курса. И вероятность развития рецидива была самая минимальная у этой кокорты пациентов, у которых статус был негативный после первого и после второго курса последовательно. И с помощью статистического анализа здесь представлены результаты двухфакторной регрессионной модели Кокса с включением измерений значений МОП после первого и второго курсов. Еще раз подтверждаем, что прогностическая значимость МОП статуса после первого и второго курса одинаковая. Вы видите, что эти практически значения относительного риска показывают во сколько раз повышается вероятность неблагоприятных событий. Они, в общем-то, одинаковые, 1,68-1,63. И это подтверждает важность измерения минимальной оснаточной болезни в нескольких ключевых точках, ни в одной. И если перекликаться с рекомендациями ЕЛНН 2021 года, где они рекомендовали определение МОП статуса только после второго курса терапии, я вам сейчас тоже, наверное, постараюсь объяснить, у них это связано было с экономической составляющей, потому что это действительно дорогостоящий анализ, и они как бы минимизируют обычно все курьерские доставки и стараются какую-то оптимальную точку. Но на самом деле оптимальных точек минимум 2. И когда мы попытались тоже определить, какой же значимый, какой больше вес риска по ЕЛНН или у МОП статуса определенным методом проточной цитометрии, то сначала, когда мы провели такой анализ в 2021 году, мы уже увидели, что есть такая закономерность, что МОП статус переселивает. А вот уже когда в 2022 году когорта была больше пациентов, то вот с помощью прогностической модели оценки безрецидивной выживаемости больных с МОП-минус и МОП-плюс статусом после первого курса индукции из разных групп риска по ЕЛНН-17, мы доказываем, что достижение МОП негативного статуса фактически нивелирует значение риска ЕЛНН. Вот это последняя наша статистическая модель. И еще, когда в момент, начинали свою работу, это было 5-6 лет назад, когда мы пытались определить, какие же важные точки мониторинга перед трансплантацией, после трансплантации, за какой-то период до трансплантации. И здесь был тоже проведен анализ, когда мы определили, вы включили 141, был включен больной с диагнозом острого милоидного ликоза, и определялся МОП-статус до начала непосредственно перед трансплантацией. И определили, что эта точка перед трансплантацией по определению минимальной остаточной болезни является также ключевой. И в зависимости от МОП-статуса, достоверно разная безрецидивная выживаемость, 26 после 67, и наилучшие показатели были вероятности развития рецидива у пациентов с МОП-негативным статусом. Но еще когда задались вопросом, ну а как же влиять на летальность МОП-статус, и вот здесь вы видите, что от пред трансплантационного МОП-статуса напрямую зависит только риск развития рецидива. Но не выявлено достоверной зависимости риска летальности, не связанной с рецидивом. И таким образом я еще хочу сделать акцент, что цена ошибок и управление рисками при мониторинге, они разные на разных этапах терапии. На этапе химия чувствительности, это ранние этапы индукции консультации, если мы ошибаемся, мы все люди, мы можем ошибиться, то лучше сделать положено-отрицательное заключение о наличии МОП и повторить исследование до момента еще изменения терапии. Поскольку, еще раз подчеркиваю, вся современная терапия МОП-адаптированная, и все современные протоколы включают в мониторинг МОП-статуса и приниматься будут решения в зависимости от результатов определения минимальной остаточной болезни. А на этапе контроля ремиссии, когда уже этапы продвинуты, и ремиссия уже была достигнута, лучше сделать ложноположительное заключение о наличии МОП, так как можно проконтролировать через 2-3 недели, и тогда принять решение о дальнейшей тактике терапии. То есть, если подводить черту, что очень взвешенное принятие решения, поскольку, если постоянно мы общаемся с клиникой, а мы действительно общаемся очень близко и постоянно, видим этих пациентов, то очень не хочется ошибаться. И наши все практические навыки и публикационные навыки позволили нам под руководством Елены Николаевны Паравиченко, директора нашего центра, инициировать протокол ОМЛ-2021, которые являются проспективным, многоцентровым, рандомизированным, контролируемым клиническим исследованием по оценке роли аллогенной трансплантации. Первая полная ремиссия МОП негативной после первого курса у больных острым милоидным ликозом в возрасте моложе 60 лет. Мы проводим мониторинг минимальной остаточной болезни уже в течение полутора лет. После первого курса индукции, после второго курса индукции, перед поддерживающей терапией или перед аллогенной трансплантацией пациент был рандомизирован на данную ветку терапии и на момент завершения терапии. Методом ПЦР мониторируется НПМ-1, РАНС-1, РАНС-1, Т1, СИБФ, ВЭТА. И в заключение еще раз хочу подчеркнуть некоторые моменты. Долгосрочные результаты терапии острых милоидных ликозов определяются не только исходными молекулярными генетическими характеристиками или химических клеток, но и химиочувствительностью. Именно суррогатным маркером этого показателя является минимальная остаточная болезнь. Обнаружение МОП в период полной ремиссии острого милоидного ликоза является независимым прогностическим фактором развития рецидива, который используют для стратификации пациентов на группы риска и принятие решения модификации терапии. Клинически значимый порог МОП должен оцениваться в рамках конкретного протокола терапии и в определенных точках исследования. Определение МОП-статуса после первого и второго курсов индукции имеет одинаковую прогностическую значимость и необходимо мониторировать в двух точках для того, чтобы мы могли определить наилучшую группу прогноза больных. МОП-статус в первой ремиссии острого милоидного ликоза перед трансплантацией определяет вероятность развития рецидива после экологенной трансплантации в общую выживаемость. И для определения МОП при остром милоидном ликозе, по нашему опыту, так как выявил рекомендации 21 года не менее 8-цветный, мы все-таки склоняемся, что не менее 10-цветный анализ, правильно подобранные панели монопланальных антител, достаточная чувствительность лабораторная и хорошее качество образцов. Это также очень важно, чтобы не было спусков, чтобы не было разведения периферической крови, приходится работать с врачами, учить их также, сколько брать и какую каплю костного мозга и достаточная квалификация персонала в лаборатории. И безусловно, это командная работа, и безусловно, это поддержка и руководства, и всей клиники, и большая работа в лаборатории иммунофетонтипирования, где мои сотрудники сейчас присутствуют Николай Михайлович и Юлия Олеговна. И я хочу сказать спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok